МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К началу осени в Могилёве закончится грандиозная стройка и реконструкция Днепровского моста. Мост послевоенной постройки предстанет перед горожанами в новом современном облике. И еще одна деталь. Мост украсят две пары бронзовых львов. Ведь название областного центра созвучно со словом лев, могучий лев. Работает над охранными зверями могилевский скульптор Андрей Воробьев. И лепит их, кстати, с реальных питомцев братьях запашных. Какими будут новые могилевские львы? Татьяна Ларина подсмотрела в столичной мастерской работы Андрея Воробьева. Эти летние дни известный могилевский скульптор Андрей Воробьев проводит в Минске. Здесь, в стенах скульптурного комбината, где создавались многие знаковые памятники Беларуси, сегодня рождаются могилевские львы. До официального открытия еще есть время, но увидеть, какими будут могилевские львы, мы можем уже сейчас. Андрей, открывайте и показывайте. Зрители программы днями увидят это первыми. Ого! Какой красивый! Настоящий могилев! Пока львы сделаны из глины. Осталось буквально несколько дней, и специалисты начнут отливать гипсовые слепки будущих скульптур. Андрей спешит. В каждую свою работу автор добавляет изюминку. Махчима – это и веробей, не десадь, угры его. Махчима – не демонетка, з'явится. Махчима – кветочка. Ну, покое, что не веду, и оно приходит само. В мастерской два льва, но на мосту их будет четыре. Пара стоящих – со стороны площади Славы. Пара лежащих – со стороны спального района Заднепровья. Животные получились очень натуральными. Скульптуру позировали настоящие модели – львы братьев запашных. Браты запашные вельми допомогли, и они продоставили цедовную натуру, у выгляда льва по имени Джон. У меня шмат знаемых львов у якости натуры. Они все хорошо позируют? Все цедовные, все вельми розные при этом. Они одружняются больше, чем люди один от одного. Длина каждого льва больше трех метров, высота около двух. Прибавьте сюда метровый гранитный постамент. Величественное зрелище. Тем более, что львов отольют из бронзы. Работу завершат до конца лета. Бронзовых красавцев отольют по частям, а потом соединят в одно целое. После львы отправятся в могилю. В том, что львы приживутся в городе на Днепре, сомневаться не приходится. Магиричанам останется придумать примету. Например, погладить лапу льва на счастье. Или что-то другое. Время покажет.